В засаду отряд терробороны попал около 11 утра. В результате перестрелки был ранен в ногу один из бойцов. Кровотечения он смог остановить самостоятельно, а вот вытаскивать из-под огня противника принялись его побратимы. Легенду солдаты отработали без потерь. И хотя вместо настоящих гранат их противник использовал петарды, а звуки боя воспроизводил магнитофон, адреналина участникам хватало. Первой отработкой бойцы довольны. Командир обещает разбор полётов. Практиковаться в тактической медицине собралось около полусотни людей. В обычной жизни они предприниматели, преподаватели, рабочие. А тут бойцы территориальной обороны. Их организация, говорит спикер Харьковского подразделения Украинского легиона Александр Горбатенко, для тех, кто официально к службе не пригоден. К сожалению, есть пробелы в законодательстве. И некоторые люди, которые хотят, которые патриоты, хотят защищать свой город, свою страну, они по закону не могут записываться в эти подразделения, так как там могут быть только годные к строевой службе. Лариса умело управляется жгутом. Кровотечения перекрывает даже в условиях бешеных разворотов БТРа. Участие в военных учениях девушка принимает впервые в жизни. Сегодня ожидала курса молодого бойца, но сразу же прошла почти боевое крещение. Ногу я не чувствовала, я выжила, ногу сберегла. Сподіваюсь, что никогда не доведется, но в каких-то складных условиях я смогу бороться с цими задачами. Самые большие потери на поле боя, говорит инструктор по тактической медицине Валентина, происходят как раз в результате отсутствия навыков вовремя и результативно остановить кровотечение. В тактической медицине Валентина с позовным «Карбон» посвятила последние три года. За это время девушка успела поработать и с боевыми частями в Луганской области. У каждого бойца свои ошибки, отмечает инструктор. Исправит их только практика. Бойцов теробороны организаторы планируют обучить всем навыкам, которые нужны в условиях вторжения и ведения партизанской войны. На последующих учениях будут отрабатывать боевое слаживание, тактику и минирование.